Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли дадим Салмановну Макту Сайфудин. Представляю книгу из моей библиотеки Санлайта, книга номер 12 о Боге. Сейчас я прочитаю со страницы 11. 11. Быть любовью. Отрывок из этой книги. Приятного аппетита. Молитва означает состояние любви ко всему существованию. Когда вы любите, раскрываются двери, исчезают барьеры и ваше существование расширяется как минимум еще на одного человека. Вы выходите за пределы своего тела, а в состоянии глубокой любви вы становитесь бестелесными. Как красиво написано. А в состоянии глубокой любви вы становитесь бестелесными. Когда вы находитесь в состоянии приятности, он в большей степени ощущает из себя как тело. Но когда вы в любви, тело теряет свой вес. Вы не ощущаете, что на вас действует гравитация. Как интересно, Санлай пишет, правда? Интересные мысли. Вы так поглощены любовью, что забываете о своем теле. Ваше тело становится любовью. Ну это вообще великолепно. Ваше тело становится любовью. Отоджественные индивидуумы участвуют в событиях и от этого страдают. А неотоджественные индивидуумы участвуют в событиях и от этого страдают. А неотоджественные индивидуумы наблюдают этот спектакль. Отоджественные индивидуумы пытаются понять истину, в то время как неотоджественные переживают ее на опыте. Когда появляется понимание, что все объективные выражения относятся к одному и тому же бытию, тогда приятность уходит и расцветает любовь или сострадание. И тогда устремленность к осуществлению заповеди «возлюбить ближнего своего» преображается в осознание «возлюбить все». Это то, к чему приводит осознание. Все в этом проявленном мире является вашим ближним. В действительности это есть ваше собственное «я». Вы есть любовь. Ментальные конструкции, сформированные обществом, не позволяют вам видеть это, и вы забываете об этом. Общество гипнотизирует, манипулирует, чтобы не позволить вам помнить, что вы есть любовь. Когда возникает любовь, проявляется божественность. Пробудитесь и разрушьте стены, сужающие ваше восприятие, мешающие увредить свою реальность. Да, просто философ. Можно сказать, сам Лайт просто философ.